И Ернар Чимбаев впервые в этом матче выходит вперед всего лишь на один шар, но насколько это значимо? Насколько это значимо после такого оглушительного, не могу сказать провала, а оглушительного успеха и великолепной игры Влада Асминина? Ернар находит силы и впервые в матче он выходит вперед до 7 побед в партии при счете 4-4, 3-2, он впереди на шар. А каково сейчас Владу, вот думаю я? Ужасно, это ужасно. Владу сейчас очень тяжело. Не пожелаешь никому? Абсолютно, конечно, конечно. И самое-то страшное, Ернар устала, у него открытая позиция, он продолжает играть. И как бы быть у стола даже иногда лучше, чем вести 6-0 по шарам. То есть ты можешь подойти и закончить. Это же Американка, свободная пирамида здесь. Вот в такой позиции, ну, наверное, могу десяток фамилий назвать, которые из 10-8 сделают партии из Кия. Ну, это суперпрофессионалы такие, как Александр Поломарь, Евгений Сталев, Сергей Краженовский. Юрий Пашинский. С него ж надо было начать. Вот, я об этом. Спасибо, Ира. Ну, и, конечно, это Никита Левада. Ну, простите, мои дорогие коллеги, вас много и вы все велики. Ну что, перевод на угол будет делать направо? Влад показывал нам такие удары. Забить Чужого, а свой перевести вот налево, по картинке налево в угол. А ты знаешь, Юрий, я рекомендую предположить, что Чимбаев вот сейчас разозлился по-хорошему на самого себя. Ой-ой-ой-ой-ой. На себя, да? Вот не после этого удара, а то, благодаря чему он вернулся в эту игру. Разозлился и, собственно, продемонстрировал, что... Ну, вроде на вид он не злой парень. Так не скажешь, конечно, да. Но спортивная злость, мне кажется, вот она должна присутствовать у любого спортсмена. Особенно вот в такой ситуации, когда ты не понимаешь, за счет чего ты можешь переломить. И вот в этот момент включается какой-то... То есть тот самый случай, когда амбиции играют положительную роль, да? Да. Все-таки это финал Чемпионата мира, и играют два чемпиона мира. Вновь блестящий и мистер. Левый руль, да? Завтра же пойду тренироваться с левой руки. Пора. 20 лет я отсутствовал в этом диапазоне. Пора начинать. 20 лет меня не называли суперлевшой, и вот пришло время опровергнуть. Нет, ну левым меня называли, но не левшой. Так, ну лад опять нарушает его авторитет, и опять берет лидерство, уходит вперед на тот самый золотой шар, который мы обсуждали. И снова Эрнар позади. И причем, на чем он ошибся? На прямом шаре, и как раз-таки, мне кажется, та мысль у него в голове была, что и у нас до удара я комментировал, что он хотел сделать перевод. Сделал какой-то зажатый средний удар, и Луза не приняла. И, как видите, при счете 4-4 он отдает, ну как бы, знаете, бывает всегда такой поворотный-разворотный момент, и неужели это тот самый момент был? Ну будем надеяться. Я думаю, что да, он мог быть, экватор матча у нас преодолен, по-моему, 4-3 сейчас счет в пользу Влада, и 5-3. Кстати, очень активно поддерживают российского спортсмена зрители. Не всегда это нечасто бывает, и очень хорошо на заднем фоне слышно, как нашего спортсмена, напомню, мы играем в России, в городе Томске, поддерживают трибуны. Ну и казахские спортсмены, и представители мы тоже наблюдали. Тоже есть. Два шара ведет в этой партии, счет 4-4. Играет прицельного. Прицельного, и он обычно бьет такие с прокатом вперед. Ну вот с поверхного плана, да, ну и с ним. Очень хорошо этот удар делает, много не уделял времени на тренировках этому элементу. И раз за разом он показывает этот великолепный удар. Ну и вот сравнивая, сейчас я поймал себя на мысли, сравнивая этот финал с женским, здесь гораздо более яркие эмоции со стороны болельщиков. Потому что там, и с Ольгой Левиной мы об этом говорили в ходе репортажа, такое ощущение, что организаторы попросили зрителей на трибунах не очень активно хлопать, поддерживать игроков, да, чтобы не сбивать их при подготовке или после... Настолько ранимы девочки наши, настолько ранимы наши женские полы. На самом деле не берусь предположить, насколько он ранимый, но факт остается фактом, что там хлопали с куда меньшим энтузиазмом после удачных попаданий. Интересно. А здесь прям вот такой шквал, но и собственно ситуация располагает действительно изрядное количество таких замечательных попаданий. Да, абсолютно согласен. Игра нас очень радует. Спортсмены показывают великолепный бильярд. Смотрите, как интересно держит кисть. Нестандартно, кстати. Очень мало игроков держит с открытой такой ладонью. Не обхватывает полностью. Обхватывает, да. Очень интересно. Это его новая такая вот фишка. Очень великолепная. А мне кажется, что действительно не каждому будет удобно. Я сейчас пытаюсь сопоставить, как я бы, например, такие держуки, когда бываю в бильярдных клубах. Мне было бы неудобно, это абсолютно точно. Ну, я могу точно сказать, что не так много игроков. Может, единицы кто-то держит. Счет становится 5-4. Влад Асминин вновь выходит вперед после небольшого провала в 4 партии. Ну, так совсем небольшой. Да, ну и сейчас опять ему будет в психологическом плане чуть полегче. Вот судья слева стоит с Украины. Липов. Не помню фамилию его, но он такой... Про этого судью бы хотелось сказать, что он такой очень юморной. Позволяет себе шутить во время матча? Он очень строг во время матча, но очень любит бильярд и сам играет. И у него такая присоска была. Он раньше пытался шары, слуз доставать такую присоску, брал и из присоски поддавал спортсменам. И было это все хорошо с одного момента, когда присоска не сработала и разлетелась вся куча. И с того момента ему запретили эту присоску использовать. Но это очень хорошо в памяти осталось. Ну что, Влад, что с разбоем будет? Очередная проблема. Ну как они это делают? Как? Ну, фантастика. Как приятно в финале Чемпионата мира по свободной пирамиде забивать шар с разбоя. Насколько это важный элемент, уважаемые телезрители. Это высокое мастерство. И, вы знаете, можно тренироваться на каждом столе сутками. Но всегда столы разные. И всегда отскок, разбой всегда идет по-разному. И в свободную пирамиду, наверное, в каждой партии это 30% успеха, если не больше. Сейчас настолько точен был вот этот выстрел Осменина, что мне даже с верхнего плана показалось, как будто луза на несколько сантиметров шире, чем диаметр шара. То есть, прям вот математическое. Да, но мы не будем забывать, что есть расстояние между... Когда если шар мы поставим в лузу, то с каждой стороны будет по миллиметру, по полтора. То есть, шар действительно прошел, не задевая лузы. И такое вот оптическое сложилось. Оптическая иллюзия. Иллюзия, что шар как будто в ведро упал, а не в лузу. Совершенно право. Абсолютно точное сравнение, да. Прям импонирует мне язык моего коллеги Юрия Починского, то, как он объясняет мне и вам, уважаемые друзья, вот разные тонкости из мира бильярда. Спасибо. А тем не менее, Влад ошибается на свайке, которых он множество раз забивал. Ага, да, замечательно выбирает вот этого чужого, да, сверху. Сейчас, наверное, не успел заметить. Сейчас остановится он у какого-либо из бортов. Влад не забивает свайка и позиция. Ох, опять какой-то шар бортовой. Нет, он играет, он не совсем у борта стоит. Вот этот ближний к нам. Не знаю, ох, Юра, как это тяжело, вы не представляете. Это нужно таким средним ударом. Сильно не ударишь, тихо не ударишь. Какой-то средний удар, чтобы он в створ остался и упал. Я бы не играл. Очень сложный удар. Видите, он выбрал еще с прокатом вперед. Ну, подставляет. От меня российские болельщики и сборная, но как бы я стараюсь нейтральную сторону как бы занять. Но этот удар, конечно, показывает о слабой тактической подготовке Ирнара. А почему российские болельщики? Ну, надо как бы болеть за своего. Я же россиянин, надо как-то болеть за своего. А, в этом смысле? Да, я вот переживаю за Ирнара, но тактически очень неграмотный сейчас, к сожалению, удар был. Нельзя при таком счете. При этом другие варианты-то были у него. Конечно, конечно. То есть это немножко небольшая слабость, но, как вы знаете, слабость, она наказуема. Что и демонстрирует листок Асминин. И смотрим, куда выйдет биток. Влад за свою жизнь, таких слабостей уже столько раз наказывал, что, конечно, он это все чувствует, понимает. Это суперпрофессионал. Еще раз напомню, что Влад Асминин за последние 2-3 года выиграл столько турниров, сколько среднестатический человек, наверное, и не принимает участие столько, сколько Влад выиграл. Это машина, это робот на данный момент. И напомню, уважаемые зрители, что возраст от 19 до 24 лет, это именно тот возраст, когда спортсмены становятся чемпионами мира за последние и последние 10. Именно в бильярде? Да, 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 именно в бильярде 10 лет. То есть это тот возраст, когда оптимально соотношение нервов, наверное, техники, склада ума и опыта. И вновь блистательный удар. Да, как Влад играет этих свояков. Просто хочется смотреть и ничего не говорить, судя по игре Асминин. Юрий, абсолютно согласен. Посмотрите, какой бортовой... Ой, ну какая дуга, Влад. Я как-нибудь, если он раскроет мне секрет, как он умудряется таких свояков забивать. Мне кажется, он поймал кураж. Да, это кураж. Все удары какие-то просто фантазии, куча подбивается. Да, уважаемые зрители, вы наблюдаете очень качественный, очень профессиональный бильярд. И Влад Асминин, несмотря на такой вот тяжелый, да, вот 5-4 счет, который должен немножко зажимать, как бы, да. То есть цена ошибки очень велика. Тем не менее, Влад демонстрирует великолепную игру. Но мне кажется, он зажимает больше, чем Баева. Понятно, я понимаю, о чем ты говоришь, да, что вот этот вот вроде незначительный перевес, да, в одну партию. Каким-то таким дамокловым мячом может висеть. Но, опять же, больше неудобно тому, кто в минусе. А можно узнать, каким мячером еще раз? Дамоклов. А, дамоклов мяч. О, красиво. Есть такое выражение. Есть, я понял. Юрий, а могу я тебя попросить вспомнить, как распределялись денежные призы? Потому что зрителям это тоже важно. Да, мы напомним, коль скоро особенно зашла у нас речь о многочисленных победах Асминина в последние несколько лет. Так вот, победитель чемпионата мира по свободной пирамиде получит 450 тысяч рублей и вновь в Браво Асминин. Очередное точное попадание и заслуженные аплодисменты. Так вот, победитель получает 450 тысяч рублей. Серебряный призер 230 тысяч рублей. Между двумя спортсменами, которые займут третье и четвертое места, а напомним, что матч за третье место не проводится. На третью ступень пьедестала подсчета поднимутся те, кто в своих полуфиналах уступил. Так вот, бронзовые призеры получат по 110 тысяч рублей. Ну и далее, пятое и восьмое места 70 и с девятого по шестнадцатое 40 тысяч рублей. Ну а Асминин продолжает штамповать точные попадания. Характерным подзвуком отвечает центральная луза и проглатывает, проглатывает прицельного шара, которого так уверенно Асминин отправляет по назначению. Спасибо Юрию за предоставленные данные. И, как вы слышали, уважаемые зрители, это довольно серьезные деньги. И помимо того, что вы получаете огромное удовольствие играть в эту прекрасную, изумительную игру под названием «Русский бильярд», вы еще можете зарабатывать хорошие деньги. Поэтому Влад Асминин это хорошо понимает, знает. И папа двух. Многодетное уже три, наверное, да? То есть пока еще нет, но тем не менее папа достойно должен содержать свою семью. И замечательно играет, зарабатывает. Ну, наверное, если взять за последние три года. Я знаю, что в 2015 году за весь год, который прошел, первое место по деньгам занял Артур Пивченко, игрок с Украины. Он заработал 50 тысяч долларов по нынешнему курсу. Это великолепные деньги. И если брать 13-й, 14-й, 15-й, я думаю, Влад и побьет рекорд Артура. Семимильными шагами, да, Юрий? Все так, да. Именно так. А, какие удары. Влад, хочется прямо сейчас взять телефон, позвонить Владу и сказать спасибо. Спасибо, друг, за то, что мы...